То есть, вы понимаете, что сама надикарная здесь обозначает, что при анализе в контексте в обе части, левая и правая части, будут в одном падеже, в данном случае инструментально очень множественного числа. Если мы, допустим, мхага-рыкшага возьмем просто вне данного контекста, тогда, понятное дело, сама савиграха будет звучать как мхагантага врыкшага, огромные, большие деревья. Или мхагантасчаты врыкшасча, эти вот являются и большими, и деревьями. В данном случае мхагантага врыкшаги, мхагантага врыкшаги, шубитом, украшенные, красующиеся, как-то так можно, если очень дословно, ашима мандала, территория, которая наполнена, изобилует огромными деревьями, в которых много больших, огромных, великих деревьев. Дальше. Брахма гхоша нинадитам. Опять же, все это относится к ашима мандалам. Опять же, нинадитам. Пепе. Ктанта. И мы это делаем таким образом в играху, как брахма нам гхоша нинадитам ашима мандалам. То есть, дословно, территория ашима, территория обители аскетов или лесной обители аскетов, дословно нинадитам, звучащая от шума, гхошейна, по причине шума, или звучащая шумом молитвенных форм, брахмана. Брахман, в данном случае, конечно, как вот эти вот формулы из ветра, бедийские молитвенные формулы. То есть, если немножко более свободно переводить, территория лесной обители наполнены звуками брахманов или молитвенных форм, как угодно. Как я в одном разговоре вчера с одной ученицей, для меня это как-то было таким маленьким открытием. Я сформулировал что-то в том, что касается перевода. Это я для себя сформулировал следующий принцип. Можно дать перевод с санскрита, конечно, примитивно к нашему материалу. Он может быть некрасивый, даже вплоть до нелепости, тяжеловесный, кургузый, но правильный. И перевод может быть очень красивый и гладкий, но абсолютно неверный. Понимаете, да, в чем разница? То есть, если мы, допустим, Татпурушу переведем как Багуврихи, или, скорее, наоборот, Багуврихи переведем как Татпурушу, и при этом как-то это литературно так обработаем, добавив толику или значительную часть наших способностей к фантазированию, то мы получим, может быть, иногда очень красиво звучащий. Для человека, который санскрит не понимает, либо перед которым не, скажем, санскритолог, или человек, понимающий санскрит, но перед глазами у него не лежит оригинал и звучит так вот вроде красиво, да, с формулей. При этом будет совершенно неправильно, да. И, ну, вот этим страдают, может быть, вот такой тяжеловесностью так называемые вот эти научные переводы, да, в которых множество скобок, но они все-таки скорее, бывают, скажем так, скорее правильными, да. При этом они могут быть некрасивыми совершенно, да. Понятно, да. Красивые, но неправильные, или некрасивые, не очень изящные, да, вплоть до нелепого, но правильные, да. Ну, нашим идеалом является или нашей целью является создание, конечно, перевода, которое будет и правильно, да, то есть адекватно в структуре санскритского высказывания, предложения и при этом звучащие по-русски красиво. Со всеми промежуточными, как вы понимаете, вот промежуточными ступенями в виде так называемого, как я его называю до сих пор и предлагаю так называть, да, дословный вспомогательный перевод, да. Не филологический, не перевод дорогих филологов, а дословный вспомогательный перевод, который нам помогает осмыслить, осознать семантические структуры высказывания, да, и тем самым, в конце концов, передать это хорошим, ну, в нашем случае, русским языком, или каким бы то ни было, английским, немецким, хотя бы и китайским. Да, дальше. Брахмакуша, где там это было? Да. Брахмакуша. Брахмакуша. Брахмакуша.